Приветствую вас, и давайте попробуем разобраться с вашим вопросом, который вы задаете. Значит, у меня повышенная чистоответственность и испыточная концентрация на ней. Я не беру на себя вину одного человека, просто прикладываю слишком много усилий. Интересно, что вы говорите о предложении большого количества усилий, но при этом не говорите усилий к чему вы предлагаете, усилий по отношению к чему. У вас повышенное чувство ответственности за что? Это вот очень важный момент на самом деле. Вы говорите о том, что у вас есть некая реакция, но по поводу чего эта реакция возникает, вы не говорите. То есть, каков предмет у данной реакции, вы не говорите. Да, у вас тут рассказывают по поводу работы, но дело это, как я понимаю, не только в работе, дело это вообще. У вас в жизни это проявляется. И, соответственно, по поводу чего изначально это началось, вы не говорите. Очень важный момент. Далее. Пытаюсь бороться с этим, останавливая себя силой воли, но получается с применным успехом и далеко не всегда помогает. Значит, пытаюсь бороться с этим, останавливая себя силой воли. Ну, что ж, можно сказать, что у вас сила воли большая, и что вы молодец, волевой человек. Бороться с этим не нужно. Понимаете, в чем дело? Бороться с этим не имеет смысла. Видите ли, вас говорит определенная потребность, вас говорит определенное желание, вас говорят определенные стремления. И, как бы, когда ситуация выглядит так, не бороться нужно, а понимать, чего именно в действительности вы хотите. Понимать, чего именно в действительности вам нужно, понимать, что именно вам важно. Вот, например, чувство ответственности. Да? Хорошо. Избыточная концентрация на ней. Это что? Это говорит о том, что это для вас важно. То есть, именно важно для вас. Но что важно? Пока не понятно. Далее. Просто прикладывайте слишком много усилий. Это вы пишете до этого момента, да? Опять же, непонятно, к чему много усилий прикладывайте тогда. Но, если у вас эта ответственность возникает, значит, вам чрезвычайно важно то, к чему вы прикладываете усилий. И это важно вам для себя. То есть, именно личностный характер имеет то, что вы делаете. Личностный характер. Через эту ответственность вы пытаетесь что-то доказать, что-то сделать, чего-то добиться, какую-то свою потребность удовлетворить. Но она не удовлетворяется, потому что вы неправильно ее удовлетворяете. Точнее, удовлетворяете вы ее предметно. А предметно потребность можно удовлетворять постоянно. Что вы, в принципе, и делаете. Поэтому, бороться с этим прекращаем. Когда вы обратились к психологу, бороться с этим прекращаем. Стараемся понять, что за этим стоит. Что стоит за чувством ответственности. Повысим. Далее. Значит, вы пишите, далеко не всегда помогает. Вот, ну, ваша борьба, ваша борьба далеко не всегда помогает. Тоже не очень понятно. Далеко не всегда ваша борьба помогает в чем? Помогает в чем? Ну, непонятно. Если я, пишите вы, а не сделаю это усиленно, то не будете бороться, значит, не возникнет внутреннее чувство спокойствия. То есть вам нужно приложить много усилий для того, чтобы вы, там, делали какие-то важные вещи. Только тогда у вас возникнет внутреннее чувство спокойствия. То есть, вот сейчас уже у вас появился реальный мотив. Вы проявляете повышенное чувство ответственности для того, чтобы чувствовать спокойствие. Вам нужно ощущать себя спокойно. Хорошо. А почему вы чувствуете себя неспокойной, если вы, как вы говорите далее, чего-то не доделали? Ну, не доделали и не доделали. Человек может что-то не доделать. Это нормально для него. Человек может что-то не доделать, человек может что-то не додать, человек может чего-то не выглядеть. Это нормальная, естественная человеческая природа. Получается, вы ее не принимаете. Получается, вы себя не принимаете такой, какая вы есть. Я имею ввиду возможности ее, ошибки и так далее. И вам нужно, чтобы чувствовать себя спокойно, быть уверенным, что вы сделали все. Иначе вы спокойны не будете. А почему вы не будете спокойны? Как это неспокойствие выражается? Вы чувствуете себя плохой, если да, то в чем? Вы не уверены в себе, опять же, если да, то в чем? Вы боитесь чего-то, если да, то в чем? То есть вот эти моменты, их нужно понять, что стоит за этим неспокойствием. Но понять вам нужно то, что у вас не тюрк в ответственности, нет. Вы стремитесь просто к спокойствию, как и любой нормальный человек. Гармония. Но стремитесь к этой гармонии вы через наиболее приемлемый для себя способ. Через. И вот вы пишете. Иногда я занимаю людей больше времени по работе. И они реагируют неадекватно. Хотя я стараюсь не задавать глупых вопросов. То есть вы занимаете у людей больше времени. Опять же, вы занимаете у людей больше времени для чего? Чтобы что? Какой целью вы занимаете больше времени у людей? В контексте какой деятельности? По работе? Вы говорите по работе? Хорошо. Работа бывает разная. Почему вы занимаете именно время людей? Почему вы зависите от людей? Если вы хотите что-то сделать сами, то нужно брать эти дела самостоятельно. Самостоятельно. Почему вы занимаете время людей? Не очень понятно. Далее. Как вы реагируете на то, что на вас реагирует неадекватно? Ну, реагирует человек неадекватный. И реагирует, то есть его проблема. Почему вас это задевает? Далее. Сторожно задавать глупых вопросов. Кто определяет, что вопросы глупые, а Аллах? Вы или человек? Любой вопрос, который задан на посудистку и касается непосредственно той деятельности, которой вы занимаетесь, это не глупый вопрос. Еще я делаю вывод, что вы склонны себя обесценивать, приносить к определенному, может быть, даже вы не уверены в себе. И это тоже момент, что вы хотите быть уверены в себе, хотите чувствовать своих значимых, хотите быть не хуже, чем другие. И этим, как бы, это стимулирует вас к тому, чтобы брать на себя повышенную ответственность, опять же, за себя. Но проблема в том, что вы не становитесь от данного лучше кого-то или хуже. Проблема в том, что вы просто выделяетесь по сути дела, это раз. Во-вторых, вы вредите только себе, потому что люди не будут о вас думать лучше, если вы будете видеть себя подобным образом. Напротив, они будут считать, что это так странно, потому что человек не должен уделять внимание своей работе больше, чем это положено. То есть, смотрите, как к работе нужно, как к работе. Исключение только является творческой профессией. Еще, если я чего-то не сделаю, или, как всегда, переборщил, опять же, переборщите в чем? Как вы определяете, что переборщили? В чем это проявляется? Где грань? Вы ее сами устанавливаете или устанавливает другой человек? Не очень понятно. Это может причинить мне серьезный бесценный дискомфорт. Почему? Алла, вы, если чего-то не сделали, или переборщили, почему вам причиняется серьезный дискомфорт? Вы ошиблись. Но это нормально. Почему вы не даете себе право на ошибку? Ведь это является джерц человеческой природы, как я уже сказал. Не принимая свою природу, вы не принимаете себя, не принимая себя, вы не можете строить нормальные отношения с другими людьми. Далее. Не доверять не ведете. Стремлений контролировать других тоже нет. Просто повышенная ответственность уже не знаю, уже на нервы мне действует. Оно возникло от того, что мама в детстве часто говорила. Ты должна отвечать за свою жизнь. Помогите, пожалуйста. Мама говорила вам в детстве, ты должна отвечать за свою жизнь. Говорила она правильно. Но в каком контексте? Какой был контекст у этой фразы? А вот вы поняли этот контекст так, что вы не просто должны отвечать за свою жизнь, но вы должны, по сути дела, перестать быть человеком, стать роботом, машиной, которая никогда не ошибается. И понимаете, в чем дело? Дело ведь не только в этой фразе. Не только во фразе, что вы должны отвечать за свою жизнь. Дело в отношении к вам, вашей маме. Как она к вам относилась? Подумайте, пожалуйста. Чего она от вас хотела? Как она вас видела? Как она вас воспринимала? Как вы ее видели? Как вы ее воспринимали? Как вы воспринимали то, что она вам говорит? Понимаете, по сути дела, происходит такая ситуация, что вы переняли ценности своей мамы. Точнее, даже не так. Вы переняли то, что мама хотела вам дать, потому что этого, скорее всего, не было у нее. Или наоборот, она видела это единственным возможным источником нормальной, полноценной, по ее мнению, счастливой жизни. А что вы хотите сами вы? Вот это тоже очень важный момент. Итак, помочь вам. Первая при работе детско-родительских отношений, размещание культа мамы, формирование вашего взгляда на нее, на человека, на женщину, не только как на мать. Понимание причин того, почему она вам говорила подобные вещи, понимание того, что она хотела до вас донести и почему, что из этого, что она хотела до вас донести. Нужно воспринимать вам, что не нужно и почему. Все это нужно разбирать. Далее, понимание того, для вас самой необходимо понять. С вами движет нечувствие ответственности и нежелание делать какие-то вещи более хорошо, нежелание помочь себя и прочее. А вами движет именно стремление обрести спокойствие. Стремление не допустить душевный дискомфорт. Но вы, получается, бежите от дискомфорта, вы, получается, пробежите от неспокойств и пока вы от него бежите, они всегда будут вас настигать. Соответственно, нужно остановиться, перестать бежать, дать этим чувствам нахлыбку на вас и пытаться увидеть, что за ним стоит. Что стоит за неспокойствие, какая идея, какая ценность, какая невыполненная задача. Что стоит за неспокойствие, что за душами некомфортно. Ну и вот эта вот ваша фраза, что я занимаю много времени у людей и что я стараюсь задавать глупых вопросов, наводит меня на мысльность, что ваша мама не приучила вас в любви к самой себе, не приучила вас принимать себя безусловно. И, собственно, из-за этого родилось ваше восприятие себя и окружающих людей. Плюс еще неуверенность в себе, неуверенность в том, что вы достойный человек, что вы хороший человек, что вы стоящий человек, значимый и так далее. Вот над любовью к себе, над принятием в себя своей человеческой природы, пониманием того, что так мой человеческая природа, и над пониманием контекста того, что пыталась донести вам ваша мама, и над пониманием ее намерения вам и нужно работать. Чтобы сделать это можно, к сожалению, только через приватную беседу, потому что вот так в рамках ответа на вопрос у вас не получится эту проблему решить. Единственное, что я могу предложить вам сейчас, это только постараться понять, что то, чему вы писаете, будет вас всегда настигать. То есть вся ваша суть, по сути, это будет бегством от этих чувств. То есть вам нужно остановиться, вернуться, пойти к ним на встречу и посмотреть, что за ними стоит. Реально, конкретно и по факту, что стоит за ними. Желание доказать, например, своей маме, что вы отвечаете за свою жизнь. И как следствие, это комплекс, скорее всего, это комплекс электро. Это желание просто оккупировать свою неуверенность в себе, которую привила вам ваша мама. Тоже вариант. Это страх чего-то. Тогда будем работать над страхом. И так далее, понимаете? Но то, что вы делаете сейчас, это самый легкий, интуитивно понятный, но деструктивный способ удовлетворить вашу повредность, которая у вас есть. Позвольте, пожалуйста, об этом подумать. Ну, а я заканчиваю свой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.